Добрый день. И опять материалы для дайджеста. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о двух растениях, в скобочках, веществах, таких как ибога, ибогаин, и аяхуаска. Опасны ли эти вещества? Если да, то чем? И запрещены ли они на территории Российской Федерации? То есть, точно не могу сказать насчет запрещены на территории Российской Федерации или нет, но по-моему, все-таки запрещены. Это все-таки желательно уточнять в соответствующих ведомствах. Оба вещества, оба растения относятся к психодезлептикам. Соответственно, проблемы, которые могут возникать при их употреблении, характерны для проблем со всеми психодезлептиками. То есть, да, нету острой, жесткой физической зависимости, нету такого выраженного синдрома привыкания, как, допустим, у опиоидов. Может быть, нету особого тяжелого воздействия на соматическую сферу, но абсолютно непредсказуемые последствия даже однократного приема. То есть, это может быть длительный прием без каких бы то ни было последствий, то есть, ну, получение вот этих вот состояний измененного сознания, по сути дела, в общем-то, психотических состояний, зачастую с галлюцинаторным компонентом, вот, который проходит без последствий. Либо, как вот один использователь описывал ранее, возникновение и между эпизодами интоксикации состояние измененного состояния, появление панических атак, появление психосенсорных расстройств, нарушение восприятия окружающей действительности и вплоть до развития тяжелых шизофреноподобных психозов, которые вообще могут с большим трудом поддаваться лечению. Поэтому ничего особо такого принципиально нового, помимо того, что характерно для всех психотезалектиков, сказать не могу. Вещества, в общем-то, не слишком распространенные в Российской Федерации, поскольку и то, и другое, это, насколько я знаю, растения, произрастающие преимущественно в Южной Америке, но опасность, да, опасность, безусловно, есть. Опасность, безусловно, есть, и это опасность прежде всего для психического здоровья. Далее. В чем заключается разница при подборе фармакотерапии, при психических, психотических расстройствах в рамках органических поражений ЦНС и просто психотических расстройствах с клинической точки зрения. Мы этот вопрос частично затрагивали уже в предыдущем дайджесте. При органическом поражении ЦНС мы знаем этиологию, то есть мы можем, по крайней мере, частично воздействовать на причину возникновения психоза. Опять же, ну, повторюсь, при сосудистой деменции очень часто, ну, не очень часто, в значительной части случаев назначение мемантинола, мемантина, катинола мемантина может оккупировать наличие бредовой симптома, может оккупировать бредовую симптоматику. При хроническом бредовом расстройстве или при шизофрении мы однозначно назначаем нейролептики. Но это не значит, что любая деменция, соответственно, не требует назначения нейролептиков, если даже она протекает с бредом. Да, мемантинол часто помогает, но иногда получается так, что от него эффектов в плане оккупирования бредовой симптоматики нет, и тогда приходится присоединять к лечению, собственно, органического поражения еще и нейролептики. Так что да, разница, конечно, есть, но мы исходим из данного конкретного случая. Следующий вопрос. Существуют ли детские психотропные препараты? Но таких вот специальных детских психотропных препаратов, насколько я знаю, не существует. Есть препараты, которые больше используются в детской психиатрии, но они не специфичны только для детей. Следующий вопрос. Область применения на сегодняшний день трициклических антидепрессантов и типичных нейролептиков. И трициклические антидепрессанты, и типичные нейролептики отличаются от более современных препаратов не силой действия, а большим количеством побочных эффектов. Соответственно, поскольку общая тенденция развития психиатрической помощи, это, конечно, ну, хотим мы этого или не хотим, это все-таки увеличение амбулаторного звена и уменьшение стационарного, соответственно, очень и важно и готовность пациента к лечению, то есть комплаентность пациента и хорошая переносимость препаратов. Поэтому, собственно говоря, типичные нейролептики и более современные генерации антидепрессантов занимают все больше и больше места. Область применяет трициклических антидепрессантов. Они отличаются помимо большего количества побочных эффектов и наибольшей полиморфностью воздействия. То есть они воздействуют и на серотонин, и на норадреналин, и на дофамин, и на мускарин, и на холин. То есть максимально широкий спектр воздействия. Поэтому трициклические антидепрессанты иногда бывают более эффективны при резистентной депрессии, при депрессии малоподдающейся терапии селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, норадреналина. Но побочные эффекты, конечно, затрудняют их применение. То есть ТЦА, это трициклики, это, как правило, все-таки либо тяжелые и психотические депрессии, либо тяжелые и резистентные депрессии. Типичные нейролептики. Соответственно, типичные нейролептики применяются, опять-таки, для купирования тяжелых и острых психозов. Хотя, на мой взгляд, вот здесь это в меньшей степени оправдано, чем, допустим, трициклики при резистентных тяжелых депрессиях. Но, опять же, это все очень-очень индивидуально. Так, негативные, наверное, все-таки это тот же самый автор, который писал и первое письмо с дайджестом. Негативные проявления шизофрении, метод терапии в современных руководствах. Негативные проявления шизофрении, апатия, булия, аутизм. Методы терапии. Метод терапии атипичной нейролептики. В общем-то, мы об этом уже неоднократно говорили. Аффективные расстройства психотического и пограничного генеза, проявляющиеся набором веса. Очень сложно ответить на этот вопрос однозначно, потому что для аффективной патологии практически любого ранга, не обязательно психотического или пограничного, но в том числе и невротического генеза, одним из симптомов является резкое изменение веса в течение последних месяцев наблюдения. Если раньше в большей степени при диагностике депрессии мы говорили о снижении веса, отсутствии аппетита, то сейчас этот критерий пересмотрен и говорится либо о снижении, резком либо снижении, либо наборе веса. Поэтому тут нельзя выделить какое-то одно расстройство, для которого это является абсолютным симптомом. Только вот для, допустим, униполярной депрессии характерен набор веса. Или только для депрессивного расстройства, обусловленного расстройством адаптации характерен набор веса. Нет. В принципе, для аффективной патологии и психотического, и пограничного, и невротического генеза набор веса является одним из возможных симптомов заболевания. Вот все, что можно ответить на этот вопрос. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале tup.com Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»